К сожалению, но в современном мире развод это уже обыденная вещь. Слишком много пар проходит через этот процесс, и здорово, если им удается, несмотря на разрыв личных отношений, сохранить хорошие дружеские отношения, сохранить единую линию поведения и отношения к своим детям. Как же быть ребенку, когда родители разводятся? Что должны сделать родители, чтобы с их разводом мир не рухнул для их детей? Давайте об этом поговорим в этом видео. Итак, первое, на чем нам стоит сосредоточиться, это понимание того, что и построение отношений, и разрыв отношений касается только двоих взрослых людей. В эти отношения не должны быть замешаны дети. Если вы, взрослые люди, которые приняли решение прервать свои отношения, развестись, или если вы не были официально женаты, то просто, может быть, разъехаться, важно понимать, что в выяснении этой ситуации ни в коем случае не стоит привлекать детей. То, что происходит между взрослыми людьми, остается между взрослыми людьми. Поэтому первый пункт, на котором я хотела бы остановиться, это следующее правило. Ни в коем случае не посвящать ребенка в ваши взаимные претензии и обиды. Должен ли ребенок знать, что родители приняли решение жить теперь порознь? Да, конечно. Это честно по отношению к ребенку сказать ему об этом. И я как раз очень не рекомендовала бы скрывать от ребенка факт развода, потому что многие родители пытаются скрыть это от детей, рассказывают некие истории, что просто папа сейчас поедет куда-то в другую страну пожить, поработать, или просто мама сейчас с тобой вместе переедет немножко, потому что мы с папой так играем. На самом деле, когда ребенок не воспринимает реальность, он не понимает, что происходит. Он не знает, что родители на самом деле решают жить теперь отдельно. Он верит до сих пор, что у них прекрасная семья, что вы живете все вместе, что есть папа и мама, и что ничего не изменилось. Но рано или поздно он узнает об этом факте. У него появляется очень глубокое чувство обиды. Почему меня обманули? Почему вы создавали для меня иллюзию той реальности, которой на самом деле не существует? Поэтому я придерживаюсь того мнения, что действительно, детям нужно честно говорить о принятых вами решений, но не посвящать ребенка в детали, кто кому изменил, кто кого обидел, у кого к кому какие финансовые претензии и так далее. Вот это аспекты взрослых отношений, которые должны остаться между взрослыми людьми. И если вы убеждены, что ваш ребенок должен знать на самом деле истинные причины вашего разрыва, то, возможно, стоит оставить оглашение этих причин до того возраста, когда ребенок будет способен это понять, осознать. Но ни в коем случае не использовать взаимные обиды и претензии для того, чтобы манипулировать сознанием ребенка и настраивать его против одного из родителей. Второй момент, который я хотела бы подчеркнуть, это вырабатывание и сохранение единой линии поведения и воспитания ребенка, даже если вы с вашим супругом или супругой будете теперь жить порознь. Очень важно, чтобы в этой ситуации ребенок знал и понимал, что и папа, и мама любят его одинаково, одинаково тепло и по-доброму к нему относятся. Просто в этой ситуации что поменяется? Они теперь будут жить по разным адресам, они теперь будут, возможно, реже видеться. Но отношение родителей к ребенку остается незыблемым. Ребенку важно понимать, это основа его безопасности, это основа его осознания себя. Важно понимать, что он нужен, он важен родителям, он ценен для родителей. Поэтому я очень хочу обратить ваше внимание на те фразы, которые часто родители говорят детям после развода. Например, женщина говорит, твой папа нас бросил, твой папа нас предал, твой папа нас разлюбил. Вот это очень важно разделять, что папа не бросил ребенка, папа не разлюбил ребенка. У нас произошли с папой изменения в наших отношениях. Или когда мужчина говорит ребенку, твоя мама нас не понимает, мама нас не ценит. Пожалуйста, избегайте этих обобщений. Даже если вы действительно так чувствуете. Это та ситуация, когда нужно и стоит свои личные обиды и претензии немножечко отодвинуть на второй план, ради того, чтобы не поломать психику ребенку, ради того, чтобы сохранить веру ребенка в то, что действительно родителям он нужен, важен, и что родители, несмотря на принятые решения, сохраняют доброе, теплое и такое трепетное отношение к ребенку. Поэтому в такой ситуации, хоть и неприятной, я пожелаю вам мудрости и выдержки. И пожелаю вам ни в коем случае не втягивать детей в выяснение отношений взрослых людей. Я надеюсь, что это было для вас полезным, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайк, нажимайте колокольчик и не пропускайте следующих видео.